Болгарский монастырь В память об этих событиях в храме Иверского монастыря отслужили молебен, на котором присутствовали глава Самары Елена Лапушкина, представители болгарской делегации, депутаты, первые лица области и города. Ежегодно в этот день мы всегда совершаем благодарственный молебен в память об исторических событиях, когда наш русский народ, наше отечество встало на защиту, буквально в смысле слова, мира. Тогда в Болгарии и сегодня точно так же идут освободительные боевые действия только уже не братского болгарского народа, а наших с вами соотечественников. И сегодня мы, конечно, в первую очередь молимся о тех бойцах, которые стоят на страже нашей Родины, защищают, проливают кровь, потому что церковь всегда, в первую очередь, молится, молится о мире во всем мире. После молебны участники фестиваля возложили цветы к могиле Петра Алабина. Ежегодно принять участие в фестивале «Самарское знамя» приезжают представители болгарской делегации. Они рассказали, что в Болгарии 3 марта отмечают праздник возле памятника Шибка, в том месте, где велось одно из основных сражений. И этот год не стал исключением. «Самарское знамя – это святина для любого болгарина, потому что оно является символом освобождения Болгарии. Я очень счастлив оказаться сегодня в Иверском монастыре, где выщивалось знамя. И я очень благодарен за этот подарок болгарскому ополчению. Безусловно, этот символ, он помог духу болгарским ополченцам, которые сражались вместе с войской императорской российской армией за освобождение Болгарии». «Это святыня, и, скорее всего, я так себе объясняю, что это, наверное, первый символ вообще после пятивекового арабства, который, в общем-то, действительно был таким общепринятым, да, ну, Россия подарила, болгарское ополчение понесло с собой. И вот некое начало, может быть, государственных знаков. Конечно, это святыня, потому что за это знамя умирало столько людей, болгарских ополченцев, русских воинов, защищая его. Это, конечно, вот я сейчас мурашки покажу, вот честное слово, когда об этом говорю». После возложения цветов участники фестиваля совершили крестный ход в Струковский сад. Там в торжественной обстановке фестиваль открыл губернатор Дмитрий Азаров. «Конечно, все мы гордимся славной историей нашего Отечества и нашей Самарской земли. Я очень рад тому, что фестиваль развивается. Вот он уже свой пятилетний первый юбилей отметил, и сегодня уже шестой раз мы проводим фестиваль. И, конечно, я хочу поблагодарить всех, кто принимает в нем участие, поприветствовать наших друзей из Болгарии, которые хранят память, благодарную память в своих сердцах о совместной победе, о нашем общем историческом прошлом». В Струковском саду во время проведения фестиваля работало около 50 тематических площадок. Выполняя задания, гости праздника смогли больше узнать об истории своей страны и о роли Самарского знамени в освобождении братского болгарского народа от османского ига. «Пусть православная, светая Русь, вера дыханая, родит нас пусть». Виктория Шарая, Константин Головин, События. «Пусть православная, светая Русь, вера дыханая, родит нас пусть».